Всем привет! Это программа Ревью и мы начинаем. На зима Джани Бекова продолжает успешное шествие по российскому проекту песни. Казахстанка стала фавориткой Тимати, взорвала с соцсети выступлением с треком Сия, а ее фит со Скруджи попал в топ iTunes. Однако наших диванных критиков вдохновляют только ее нескромные наряды. Последнее выступление пробрало всех до мурашек. На зима спела в дуэте с Соломоной, участницей из Мордовии. Тимати поддержал Казахстанку. Те, кто сомневался в вокальных данных на зимы, более не должен иметь вопросов. Однако номер со Скруджи вызвал куда больше резонанс. Над треком исполнители работали вместе с самим мистер Блэкстар. Свыше двух с половиной миллионов просмотров. Кстати, среди всех участников проекта у нее самые большие цифры на Ютубе, плюс топы в чарте iTunes. Сольная работа «Падай со мной» тоже качалась только так. Но помимо слов поддержки, казахстанцы шемят на зиму за откровенные и уж очень не казахские образы. Стыдно за нее, позор нации. Она в таком виде даже у себя в доме гостей не принимала бы. Это не есть культура, это деградация. Девушка, конечно, с одеждой переборщила, но талант у нее есть. Я не понял, что она демонстрирует, жопу или вокал? Впрочем, с критикой красотка сталкивается с самого первого перформанса, когда пела в мини-шортиках «Мама Ситу». Ей и есть, что сказать хейтерам. Это сценический образ. Я знала, на что я иду. Я была готова к критике. Я сама дико волновалась, когда увидела эти шорты, как это все выглядело. Но перед выступлением я себя успокоила. Если я буду думать о шортах, я не выступлю так, как мне нужно. Ранее на зима также говорила, что продолжат петь в стиле хип-хоп. И это, собственно, всех очень даже устраивает. И есть большая вероятность, что певица останется в России. Думаю, это вопрос времени. Кто не хочет приехать за границу и попробовать себя там самореализоваться. Что ж, ну а нам самое время объединиться. В субботу стартует новый этап голосования.